Приветствую вас, Валерия. Давайте разберем ваш вопрос, который вы выдаёте, и соответственно постараемся выработать какие-то рекомендации касательно вашей ситуации. Итак, первое. То, что вы спрашиваете, стоит ли надеяться, это не совсем к психологам. Это больше, ну может быть даже к эзотерикам я так думаю, потому что на мой взгляд именно эзотерики могут ответить вам на вопрос о том, что если надеяться или не стоит, это первое. Второе. Совершенно очевидно, что ваш парень не может общаться на расстоянии с вами. То есть совершенно очевидно, что как только возникают дистанции, то мужчина сразу же даёт обои, даёт задний ход и соответственно от вас обдаляется. Это может быть как результатом того, что он в принципе не может на расстоянии отношения поддерживать такой человек или то, что он вас не ценит. И относится к вам, скажем так, несколько обесценивающе. Вот. Это нужно выяснить, потому что в зависимости от этого вырисовывается перспектива ваших отношений в дальнейшем. Условно говоря, если человек просто не может поддерживать отношения на расстоянии, то это такая его особенность и вам её нужно принять. Но если это следствие отношения человека к вам, то это уже несколько может быть проблематичным, потому что в будущем могут быть точно такие же истории, только уже не на расстоянии, да? Когда вы, когда вы вместе будете. Следующее, следующее, это то, что вы не можете без него. То есть вы говорите, что я без него не могу и хочу его вернуть. Ну, здесь нужно сказать, что парень это всё-таки не вещь, да, не пример, чтобы его возвращать. Поэтому здесь вам нужно определиться с тем, как вы воспринимаете своего партнёра. Вот. Как вы воспринимаете себя? Всем связано то, что вы не можете без него, без него. То есть вот. Без чего конкретно вы не можете, что вот именно, что конкретно. Вам нужно, что вы без него не можете. И не делает ли это вас более уязвимо и незащищённо. Что касается того, что это уже не первый раз. То я бы здесь сказал так, что у меня есть ощущение, будто бы вы себя обесцениваете. У меня есть ощущение, будто бы вы себя принижаете. И, в общем-то, ради того, из-за того, что вы без человека, ну, не можете, фактически. Из-за этого вы, как будто бы готовы на всё ради того, чтобы он был с вами. При том, что мужчина это чувствует. И чем дальше, тем больше понимает, что может делать всё. И всё равно вы будете, там, опытно говоря, его ждать. Всё равно вы будете к нему текотеть. Вот, всё равно вы будете, там, как бы, его ждать и будете готовы его простить. Простить. Ну, в случае, там, в случае чего. Вот. Насколько это хорошо для вас? Насколько это хорошо для отношений, в принципе, ваших? Это вопрос, на который у меня нет ответа. Ну, я полагаю, что вам в этом не комфортно, особенно. Особенно. В счётом того, что человек вам грубит, человек с вами грубо достается, вот. А потом, когда ему вновь становится удобно, да, он к вам возвращается. Вот. Вот. То есть, ну, я бы сказал, что здесь, вот, проблемы именно, именно, вот, вашей, самооценкой восприятия отношений. То, что вы, вы, то, что вы в отношениях очень, очень сильно, чересчур, я бы сказал, заинтересованы. Вот. Я бы, я, ну, лично я в этом вижу основную беду, основную какую-то проблему, проблему. Вот. И мне думается, что на это вам нужно обратить своё внимание, да. То есть, более, более ценностно к себе относиться. Тогда у вас, эээ, вполне будет, эээ, шанс устраивать более гармоничные, гармоничные отношения. Отношения. Вот. Валерия, обратите внимание, что вы хотите, эээ, вы хотите, эээ, быть вместе, да. Но, эээ, что это для вас? Что это для вас? Быть вместе. То есть, эээ, откуда такое, эээ, желание, сильное, сильное желание быть вместе? Почему вам так хочется быть вместе? Вот. Эээ, постарайтесь, пожалуйста, подумать и ответить на этот вопрос. Это достаточно важно. Вот. Я надеюсь только, что вы как-то вот для, ну, для себя вы этот момент, этот момент разберёте. и, и увидите его, эээ, несколько более, как бы, более полнее, чем вот то, что есть сейчас, то как и как есть сейчас. Вот. Я могу надеяться только на это, только на это, в принципе, в принципе. Вот. Ну, опираясь, опять же, на то, что вы говорите. Сейчас, эээ, всё выглядит так, как будто вы, эээ, просто, без, эээ, без человека не, не, не можете. И, ээээ, и, ээээ, и, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Из-за этого, из-за того, что вы в нем так вот нуждаетесь, вы не можете вести себя, как бы сказать, более, ну, более, может быть, ценностным, что ли, вот. И унижаетесь, обесцениваете себя сами, и в итоге, ну, в итоге, ничего хорошего из этого не получается, к сожалению. Вот. Вот так, это то, как видите, в нем данная ситуация, в принципе, в целом. Как мне кажется, вот так это выглядит, по крайней мере. Ну, я не берусь, я не берусь отверстия, наверняка, это. Вот, мне кажется, что вам нужно, ну, с самого слайдерным, как-то посмотреть на то, что вы хотите. А ну вот, именно то ли это, к чему вы нуждаетесь, или нет. То ли это, к чему вы стремитесь, или нет. Вот мне кажется, что момент здесь такой, потому что если вы объективно готовы платить за то, как к вам относятся мужчины, то, наверное, все в порядке в таком случае. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что вы получите для себя какую-то полезную информацию. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было не бесполезно. Вот. Я бы, конечно, обратил ваше внимание на какие-то смыслы. Ну, глубинные смыслы вашей жизни, да. То есть, что я делаю, к чему я стремлюсь. Вот. И чего я хочу. Потому что если у вас имеются некоторые трудности с жизненными целями, ну, с построением жизненных целей, да, стратегий, вот, то, конечно, это может негативно сказываться на том, как вы сюда ведете. И вопрос здесь заключается только лишь в том году, хотите ли вы, готовы ли вы это менять. Вот. Если вы готовы, то можно вам в этом помочь, но если нет, то помочь вам как вы сами, я надеюсь, вы понимаете? Нельзя. Вот. По крайней мере, это будет достаточно проблематично сделать, именно в силу того, что вы сами можете сомневаться в том, чего вы хотите. Вот. Ну, по крайней мере, я так думаю и полагаю, по крайней мере. Вот. Ну, что ж, давайте, наверное, на этом тогда закончим. Я хочу пожелать вам удачи. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Я хочу пожелать вам разобраться в себе, ну, вне зависимости от того, как вы это сделаете с помощью психолога или самостоятельно. Вот. Я хочу в любом случае, чтобы вы у себя разобрались. Вот. Я надеюсь, у вас это получится сделать. Удачи вам и всего самого-самого доброго вам.